Добрый вечер, уважаемые партнеры! Я рад вас приветствовать на вебинаре. Меня зовут Анатолий Фролов. Я являюсь партнером компании «Новая эра». По профессии врач. Интересуюсь вопросами нутрициологии. Как вы поняли из того, что вы видите, что сегодня мы рассмотрим такой продукт компании «Новая эра», как сосновая пыльца с молоком и кальцием. Для чего и выясним, для чего нужен данный продукт, как его лучше употреблять с наибольшей пользой и эффективностью. Как видно из названия, данный продукт состоит из сосновой пыльцы, молока и кальция. Про пыльцу уже были презентации, частично про молоко, а вот о роли кальция была очень небольшая информация. Поэтому сначала подговорим немного о молоке, а более подробно остановимся на роли кальция в организме человека и его значимости для здоровья. Ввиду большой доступности к молочным продуктам, мы привыкли и просто недооцениваем их значение в поддержании нормального и нормального здоровья. Человечество, как вы знаете, молоко как продукт питания был известен давно. Известны и целительные свойства молока. О них упоминали Гиппократ, Авицен на своих трудах. Молоко в лечебных целях использовалось на протяжении многих столетий при заболеваниях внутренних органов, нервной системы, при лечении туберкулеза, при отравлениях, в том числе и тяжелыми металлами. Как показали исследования последних десятилетий, питательная и биологическая ценность молочных продуктов обуславливается его физическими свойствами и химическим составом. В молоке содержится 88% воды, от 2 до 4% белков и где-то 3,2% жиров, в зависимости, конечно, от молока. 4-8% углеводов. Также имеются фосфор, кальций, железо и другие макро- и микронутриенты, некоторые витамины. Белки молока состоят из 20 аминокислот и 8 незаменимых. Содержатся также иммуноглобули, лактоферин, а это один из компонентов иммунной системы и относится он к системе врожденного иммунитета. Главные биологические функции этого белка связывание и транспорт железа. Но кроме этого лактоферин обладает антибактериальной, антивирусной, антипаразитарной и различными каталитическими активностями, а также противораковым, антиаллергическим, иммуномодулирующими действиями и радиопротекторными свойствами. Жиры молока содержат в себе жирные кислоты и соединение жира с фосфором. Здесь находится также жирорастворимые витамины. Усвоение жиров молока стопроцентное, то есть это связано с низкой температурой плавления, а также с тем, что она и представляет собой иммульсию с частичками мелкого размера. Поэтому жиры молока не требуют дополнительного расщепления и поступают в организм в исходном состоянии. Углеводы молока это легкоусвояемый молочный сахар, лактоза. Биологическая роль лактозы такая же, как и всех углеводов. В просвете тонкого кишечника под воздействием фермента лактозы, она гидролизуется, дублюкозы и галактозы, которые им усваиваются. Кроме того, лактоза облегчает всасывание кальция и является субстратом для развития полезных лактобактерий, которые составляют основу нормальной микрофлоры кишечника. В молоке присутствует немалое количество ферментов, которые расщепляют углеводы, венки, жиры и такие составные части, как холин, токоферол, метиалин, способны понижать уровень холестерина в крови. Сегодня доказано, что в молоке содержатся все элементы периодической таблицы Менделеева. Среди них важнейшее значение принадлежит кальцию. В нашем продукте соотношение кальция и фосфора 1,6 к 1. То есть в такой пропорции кальция лучше усваивается. И белки молока вместе с водой превращаются в аминокислоты, аминокислоты вместе к кальциям превращают ее в хилатный кальций, который усваивается на 98%. Сейчас поговорим немного о кальции и его роли в организме человека. Потому что без этого трудно понять, для чего вообще нужен кальций. И к каким проблемам проводит недостаточное поступление кальций с пищей. И что мешает усвоению кальция в организме человека. И как этого избежать. Я сегодня вам буду говорить только о тех фактах, которые достоверно подтверждены и доказаны. Конечно, вам, может быть, и не нужно знать все. Но я думаю, что в основных моментах вам все-таки уметь ориентироваться. Потому что незнание может привести к очень серьезным последствиям в области здоровья. И причем в любом возрасте. Как вы видите, кальций относится к макронутриентам. Так же, как и натрии, калии, хлор. Это один из самых необходимых элементов, задействованных в основном обмене веществ. И необходимых человеческому организму для того, чтобы нормально функционировать. Кальций в организме человека содержится больше, чем других элементов. в количестве от 800 грамм до 2 килограмм. И он находится в основном в костной ткани. 99% в случаях и в костной и зубной ткани. В виде гидрооксиапатита. И 1% находится в клетках межклеточной жидкости и крови. Физиологическое кальция определяется его химическими свойствами. И он представляет собой двухвоентный, как внеклеточный, так и внутриклеточный катион. Но благодаря его свойствам, он обладает способностью связываться с белками, образовывать также нерастворимые соли и еще находиться в свободном состоянии. Теперь вот я вам просто благодаря способности кальций связываться с белками, он является важнейшим регулятором множества физиологических функций. Я их вот просто перечислю, и это, конечно, далеко не полный перечень того, что делает кальций в организме. Первый момент. Он является внутриклеточной сигнальной молекулой гормональной регуляции. Передает все сигналы от гормонов внутриклетки. То есть клетка без кальция существовать не может. Причем концентрация была крайне низка, и эта концентрация кальция выполняет регуляторную функцию. Это и есть элемент управления. А как вы сами понимаете, если нет управления, то ничего и не работает. Кальция участвует в проведении нервного импульса, влияет на работу всех мышц, участвует в сокращении расслаблений мышц, влияет на работу сердечной мышцы, как вы видите, регулирует сердечный ритм, способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, нормализует артериальное давление, регулирует нервно-мышечную передачу, способствует нормальной работе нервной системы, активирует мыслительную деятельность, влияет на иммунные процессы. Поэтому и дефицицией кальция страдает иммунная система, что наблюдается, например, в пёздопорозе. Здесь также ещё важную роль играет и фагоцитоз. Кальция также влияет на мембранную функцию, и мембранную проницаемость, так как способствует плотной упаковке мембранных белков. Ионокальция, они уплотняют клеточные оболочки, уменьшают их проницаемость, противоположность ионам натрия и калия, увеличивающие проницаемость. Дальше кальций, как вы понимаете, вместе с инсулином, активирует проникновение глюкозы в клетку, обеспечивает нормальную свёртываемость крови, то есть при пониженном содержании кальция свёртываемость крови понижается, иницирует пролиферацию, то есть размножение и дифференциацию клеток, подавляет аллергические реакции за счёт выброса гистамина, уменьшает болевой синдром, снимает воспаление, отёк, кальций необходим для метаболизма более 300 биологически активных веществ, в том числе ряда ферментов, и в то же время он является строительным материалом для костной и зубной ткани, и благодаря способности образовывать нерастворимые соли, кальций обеспечивает прочность костной и зубной ткани, а если ещё добавляется один атом фтора, то зубная эмаль приобретает прочность, не уступающую стали. Представляете? Кальций в организме участвует также в поддержании кислотно-щелочного равновесия. То есть он является частью буферной системы организма, поддерживающей PH, это водородный показатель, на необходимом для каждой системы и среды уровней. А PH крови, как вы знаете, это одна из самых жёстких физиологических констант организма. В норме этот показатель может меняться в пределах 7,43-7,45, то есть плюс-минус 0,02. Если сдвиг этого показателя происходит хотя бы на 0,1, то это может привести к тяжёлой патологии. На 0,2 уже это кума, а 0,3 человек погибает. Представляете? Как вы все знаете, человеческий организм на 70% состоит из воды. Поэтому все вещества, изменяющие её состав и кислотность, оказывают глобальное воздействие на организм в целом. Практически все же, входящиеся в системе человеческого организма, являются либо нейтральными, либо слабощелочными, за исключением желудочного сока, мочи и слезы. Этот воздвиг равновесия в сторону повышения кислотности систем является одной из основных причин многих заболеваний. В кислой среде, как вы помните, интенсивно размножаются многие вирусы и бактерии. В щелочной среде они, как правило, погибают. И когда системы организма ощелачиваются, и возвращаются в нормальный кислотно-щелочной баланс, то человек начинает выздоравливаться. И ещё один интересный факт я вам расскажу. Канадскими учёными доказано, что женщины, употребляющие более 1000 мг кальция в сутки, живут намного дольше, чем те, кто не прибегает к подобным добавкам. Эти исследования проводились с 1995 года по 2007 год на 9000 канадских граждан. И причём на мужчинах это не отражается. Это очень важно. Видите, какое многоразное действие оказывает кальций? То есть плохо слышно, да? Алло? Можете ответить? Или невозможно слушать? Нормально слышно, да? Хорошо. Как вы понимаете, вот сейчас я вам немножечко расскажу чуть-чуть теории, потому что без небольших вот таких теоретических знаний трудно понять вообще, для чего он нам нужен ещё вдобавок. и как ему лучше с этим продуктом обращаться. В армении кальция участвуют три основных органа. Желучно-кишечный тракт, почки и кости. Желучно-кишечный тракт является источником кальция из пищи, почки обеспечивают удаление кальция, а кости – это депо кальция. Поэтому, соответственно, концентрация кальция в крови определяется соотношением поступления из желучно-кишечного тракта, выведения с мочой и депонирования и выхода из депо, то есть из костной ткани. А как вы все помните, что обмен кальция тесно связан с обменом фосфора, так как часть кальция в крови связана с фосфатом. Продолжение следует... Продолжение следует... Таким образом, тем выше концентрация фосфата, тем больше образуется плохо диссоциирующая с солей кальция в крови и костях, и тем ниже концентрация свободного кальция. А костная ткань в обмене кальция играет еще и двоякую роль. С одной стороны, она служит депо кальция, необходимую для организма, с другой стороны, кальция необходим ей самой, так как является ее минеральной основой. Следовательно, при нехватке в организме кальция возникает конфликт интересов. Конфликт интересов. С одной стороны, нужно мобилизовать кальций из костей для поддержания его концентрации в крови, с другой стороны, нужно сохранить кальций в костях для поддержания их прочности. Этот конфликт решается всегда в пользу концентрации кальция в крови. Она поддерживается на постоянном уровне, даже за счет выхода кальция из костей и их размягчения. Вот это самое главное, что вы обязательно должны понять и условить, что при любом случае кальций в крови будет всегда в норме, потому что есть большой запас депо кальция в кости. Поэтому даже если костная ткань будет размягчаться, будет проводить, рассасываться, а кальций в крови будет всегда в норме, потому что это константа, необходимая для поддержания жизнедеятельности организма. Теперь поговорим о негометаболизме костной ткани. Значит, костная ткань обновляется благодаря двум противоположным процессам. Это резорция рассасывания костей и остеогенезу формирования новой костной ткани. У ребенка и при регенерации костей остеогенез, то есть формирование новой костной ткани преобладает над ресурцией, над рассасыванием. У взрослого человека в норме эти два процесса находятся в равновесии. при нехватке кальция рассасывания костей, то есть резорция преобладает на остеогенезом, обеспечивая выход кальция в кровь. И главная задача регуляции обмена кальция это поддержание и постоянство его концентрации в крови. То есть это главная задача организма, чтобы поддержать плаш внутренней среды. задача эта решается путем регуляции четырех процессов. Первое это всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте, а в общем случае всасывается всего 30-40% от всего поступившего с пищей кальция. Второе за счет выведения кальция почками. Дальше за счет нобилизации кальция из костей. И четвертое за счет выведения фосфата почками. Потому что от концентрации фосфата зависит содержание в крови свободного кальция. А концентрация кальция регулируется двумя гормонами. Вот это очень важно. Потому что когда помешается уровень кальция в крови, включается в действие паратериоидный гормон. И его еще называют гормон паращитовидных желез или пептидный гормон, который повышает уровень кальция крани всеми существующими способами. Первое, что он делает? Он уменьшает экскрецию кальция почками, усиливает вывод кальция из кости и увеличивает экскрецию фосфата почками. И четвертое, самое главное, в момент увеличивает синтез кальция кальция триола, то есть это активная форма витамина D. То есть это гормон, который усиливает всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте. Это тоже важный момент. И вы должны помнить, что кальций триол, то есть активная форма витамина D, образуется в организме в три этапа. Первый этап это в коже под воздействием ультрафиолетового возлучения образуется метаболит холестерина холекальциферол. Вот, это ну, этот холекальциферол или витамин D может поступать с пищей или его аналоги вот в виде витамина D. В печени вот из этого холекальциферола образуется кальций дион, а в почках уже третий этап из кальций диона образуется кальций триол, то есть активная форма витамина D. Поэтому при заболеваниях печени и почек есть проблема с витамином D. Главным механизмом действия кальций триола, то есть его основная функция это повышение всасывания кальция и фосфата в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, для образования активных форм витамина D очень важно нормальное функционирование ферментов цитохром P450 в печени и почках, которые зависят от уровня витаминов C, E, K, B2, минералов различных, железа, цинк, мед, сирен, магний. магний. То есть видите, в общем, насколько нужно, чтобы человек был обеспечен всем необходимым витаминам и минералам. А если у нас добавка идет с сосновым пыльцом, там все есть. То есть создаются оптимальные условия для того, чтобы данный продукт работал. Оптимальные дозы кальция и витамина D в сочетании с другими микронутриентами обеспечивают именно эффективные профилактики остеопорода. То есть наш продукт работает нормально. Потому что для него есть все условия. Теперь я хочу сказать, конечно, вот эта теория, наверное, вы уже устали. Поэтому немножко представим, какие проблемы появляются при недостатке кальция. Я вам сделаю для вас слайд, чтобы вы немножко посмотрели глазами. То есть у детей если не хватает кальция, к чему приводит? Приводит к задержке в развитии, безопоздалой прорезавой зубов. Вот у детей сейчас проблема появилась такая. Позднее вставание на ножки, ночная потливость, плохой сон, периодически боли в животе, боли в грудных клетках, костях, похит. Это уже последняя, так сказать, можно сказать, стадия. А мама не поймет, почему ребенок кричит. Ему элементарно кальция не хватает. Подростки, боли в мышцах, суставах, судороги в конечности, содержка в формировании зубов, потому что меняется молочные зубы на длительном периоде на нормальном. Деформация зубов, замедленный рост, низкий рост, деформация позвоночника, сутулость, повышенная возбудимость нервной системы, избыточное сновидение, плохой сон, быстрая утомляемость, слабость, потеря памяти, частые простуды, аллергии, всевозможные причины могут быть. Симптомы в среднем пожилом возрасте, слабость и нынешние в конечностях, боли в густах, тахикардия, орепия, гипертония, сомливость, общие недомогания, каменные сапфорные болезни, снижение функций щитовидной железы, болезнь десен, ротовой полости, кариес, упадение волос, ломкость, костей, ногтей, остеопороз. Поэтому нормальное потребление кальция под соблюдением и тут еще важно соблюдение баланса калия и магния и других является важнейшим фактором профилактики сосудистых заболеваний гипертонии, атеросклероза, инсульта и других до 150 различных заболеваний. А теперь остановимся подробнее на остеопорозе, как проблемы, которые имеют общероссийское значение. Остеопороз это буквально пористая ткань. это заболевание, характеризующееся снижением плотности костной ткани, которое наступает с возрастом у женщин и у мужчин. У женщин значительно раньше, чем у мужчин и чаще в 7-8 раз. У мужчин в более позднем возрасте, а у наших русских мужчин остеопороз у многих не успевает наступить. Просто они, к сожалению, к этому возрасту часто не доживают. Заболевание поражает одновременно и все кости скелета, что приводит к риску переломов даже в самых простых жизненных ситуациях, в том числе и у детей. Обычная драка у детей часто приводит к переломам 2-4 ребер, а женщин в определенном возрасте перелом шейки бедра часто заканчивается летально. Можете себе представить. Срастается плохо, неподвижный образ жизни, застойные явления в легких, воспаление и часто финал. Так что не так все просто. Поэтому мы рассматриваем этот вопрос. А в России остеопороз представляет собой крупную, можно сказать, самостоятельную и даже национальную проблему. В остеопорозе выделяют локальный остеопороз и остеопороз, вызванный различными заболеваниями. Это идет такая классификация. Ну и первичная остеопороза мы остановимся вот на инвалютивном и ювелирном. Инвалютивный. Что это за остеопороз? Это является проявлением инвалютивных процессов в организме. Здесь выделяют два типа остеопороза. Первый тип постминопаузальный развивается как отдаленная стадия постплимактерического синдрома. у всех в разное время. Но в основном после 45-50 лет. И в более старшем возрасте, если ничего конечно не делать. Второй тип это сининный или старший остеопороз возрастной. Это где-то за 80 лет. Этот остеопороз не имеет гендерной направности, то есть он развивается как у мужчин, так и у женщин. И третий вид остеопороза и гендерной в наше время стал вполне реальным, так как развивается у подростков 10-14 лет. первое, из-за недостаточного внимания можно сказать со стороны врачей к парад гормону, то есть гормону пара щитовидной железы. Второе, это появились новые наклонности к употреблению таких газированных напитков, как фланта, фока-кола, фепси-кола, где избыточное количество фосфата, которое приводит к большой потере кальция, а также употребление бургеров, картошки, фри, пиццы, чипсов, спредов, пищевых полуфабрикатов и так далее. И третье, это курение, алкоголь и низкая физическая активность среди подростка. Это очень большая проблема, родители не обращают на это внимания, а дело все в том, что костная ткань увеличивается в своей массе до 27, до 28 лет, это у мужчин, а у женского пола значительно раньше, до 21, до 23 лет, а потом она начинает уменьшаться. Так вот, если у девочки подростка остеопороз, то она никогда не достигнет пиковой костной массы, и поэтому когда наступит климактерический период за 45 лет, то у нее наступит тяжелый выраженный остеопороз, и поскольку дети не отдают полного отчета своих действий, здесь должны на это дело обращать внимание родители и объяснять детям последствия такого пищевого поведения. по данному исследованию в Соединенных Штатах Америки, например, всего 11% девочек и 31% мальчиков в подрасте 12-19 лет достигают своих потребностей, достигают своих потребностей. Отсюда возникает, то есть вот на это надо обязательно обращать внимание родителям, но для того, чтобы обращать, надо все-таки этой информацией владеть, к чему это приводит. Есть еще локальный остеопороз, но мы рассматриваем, потому что вызваны различными травмами, воспалительными заболеваниями, предоступтивных процессах костя. Есть еще по классификации это вторичный остеопороз, который связан с эндокринными нарушениями, тиреотоксикоз и компенсированный диабет, различные ревматические болезни, в том числе ревматический артрит, заболевания органов пищеварения и резорцированных желудок, хронические заболевания печени, болезни крови, лейкоз, различные, заболевания почек, хронической почечной недостаточности, другие заболевания есть еще и состояние, как алкоголизм и курение, это уже полностью зависит от нас, от людей, неподвижный образ жизни, гипотенезия, тоже, нарушение питания, тоже от нас зависит, вот генетические нарушения, конечно от этого, несовершенный остеопороз, это ясно от нас не зависит, есть еще остеопороз, может быть вызвать приемы различных лекарственных средств, например, корпус кастероидах, иммунодепрессантов, антоцидов, тот же титроциклин, который все знают, просто опиофурусимик, то есть мочегонный, тоже приводит к этим последствиям, поэтому вышел помятый дисфункции и заболевания нужно устранять для профилактики вторичного остеопороза, поэтому в 2003 году на Конгрессе Европейской Антирагматической Лиги в Лиссабоне было принято решение об обязательном включении в стандарты остеопороза, в стандарты лечения остеопороза препаратов, оказывающих модифицирующее действие на хрящевую и суставную ткань. Теперь посмотрите, какие потребности кальцина существуют в различные периоды жизни. Например, как вы видите из этой таблицы, обратите внимание на три возрастные категории, кто больше всего нуждается в конце подростки и молодые люди нуждаются 1200, видите, 1500 беременные кормящие женщины и женщины в период не на паузе и мужчины и женщины после 65 лет. То есть три возрастные три-четыре возрастные категории, которые нуждаются в достаточно большом количестве кальция в сутки. Теперь давайте остановимся на причинах дефицита кальция. Что же приводит к дефициту кальция? Первое это низкое менее 8 миллиграмм на литр содержание его в природной воде. То есть хлорирование воды вызывает дополнительный дефицит кальция, а в норме мы должны получать 30% кальция из воды. Второй момент. Ранее искусственное скармливание детей до года, так как кальций в искусственных смесях усваивается на 30%, а из грудного молока на 70%. низкое содержание в продуктах питания самого кальция. Например, в молочных продуктах на основе молочного жира это сливочное масло, сливки, сметана, мороженое на основе сливок, кальция практически не содержится. И замечено, тем больше в молочном продукте молочного жира, тем меньше кальция. Теперь остановимся на вопросах питания. Первое. Потребление большого количества сахаров, а при растворении в желудке сахар мешает всасыванию кальция, нарушается фосфорно-кальцировый обмен. Второй момент. Изделие из муки высшего сорта. Вот, например, когда вы идете в гости и несете торт, вот, конечно, не придумаешь здесь, вот так если рассуждать, то есть сочетание сахара и жира. Или вот мы едим сыр с хлебом, с маслом, молоко с булочкой, творог со сметаной. То есть здесь получается, что вопросов нет. Чтобы донитализовать закисляющие действия хлеба и грыжевых продуктов, можно применять пряные травы. Фельд, анис, корицу, имбирь, кориандр, тринь. А если вот вы будете печь хлеб дома сами, то вместо воды лучше использовать минеральную воду и добавлять вот эти различные добавки. Тот же фенцель, адзин, корицу, имбирь, имбирь. При избытке пищи фосфатов, например, употребление фанта, пексикола, кока-колы. Здесь важно соотношение кальция и фосфора должно быть не больше, чем 2 к 1, но не менее, чем 1 к 2. животные жиры, например, включая жир короннего молока и говяжий жир, но не сало и пальмовое масло. Содержащие в таких жирах пальмитиновые и стеариновые жирные кислоты отщепляются при переваривании в кишечнике и в свободном виде прочно связывают кальций, образуя кальций и пальминад, кальций и стеарат, то есть это нерастворимая и мула и в виде и мула со стула все теряется в том числе как кальций, так и жир. Понимаете, какая система? Вот щивили, например, хороший продукт. Щивель, шпинат, ревель. Нормальные продукты все мы клюбим употребляем, но они приводят к нарушению кальция ладонного оксана, потому что оксалат и щивеляет шпинат и связывает кальций. Если вот выпили наш патух и поели щебелевый суп, считайте, что деньги выкинули на битер. Пищевые волокна препятствуют усвоению кальция в кишечниках. Вот парадокс, но это и существует так. Крупы, овес, геркулес, где есть, там есть фитиновая кислота, она называется еще имитизол, гексофосфат. Препятствуют всасыванию кальция, поэтому употребление, поэтому потребляя такие каши, необходимую употреблять кальций не ранее, чем через три часа. Это тоже очень важно. Избыточное потребление мяса, потому что это избыточное белковое питание, белковые продукты, это относится к продуктам с кислой реакцией, то есть увеличивается выделение кальция с мочой. Избыточное потребление поваренной соли за счет большого количества натрия. Еще один важный момент, это недостаток витамина D, особенно у подростков, из-за сниженного кожного синтеза витамина D, вследствие географического положения нашей страны, особенно в лимонное время, плюс еще неубалансированное питание, одним из богатых источников, который является жирной рыбой, лосось, тунис, кумбрия. Актуальность вот этой проблемы, она признана медицинским сообществом. И в многих научных работах отмечена связь низкой обеспеченности витамина D и повышенным риском развития сахарного диабета, артериальной гипертонии, сердечно-сосудистых, аутоимонных и других воспалительных заболеваний, некоторых распространенных форм рака. Потом к недостатку кальция приводит недостаток некоторых незаменимых хроминокислот, например, у строгих вегетарианцев. Недостаток хрома тоже может приводить к дефициту кальция. Недостаток цинка, потому что он как факт еще рассматривается как фактор толерантности глюкозы. Недостаток магния здесь важно соотношение кальция и магния не больше чем 2 к 1. Но магния еще, можно сказать, содержится в горохе, в бобовых, в неотищенном рисе, отрубя, в черном хлебе, овсянке. Например, процесс камнеобразования в почках связан с дефицитом магния. И врачами замечен еще такой парадокс. Если принимать в избытке кальций и пренебречь магния и фосфора, то прочность костей может уменьшаться. Поэтому минеральные вещества в организме должны быть сбалансированы. недостаток хендритинсульфата. Это нужно для хрящевой ткани. А хрящевую ткань нельзя отделить от костной ткани, потому что она не питает костную ткань. Очень еще важные нагнуты алкогольные напитки, крепкий чай, кофе, особенно растворимый, все газированные напитки. Возьм из организма до 30% суточной дозы кальций. Очень важный момент, на очень важный момент еще прием лекарственных средств, например, слабительные, которые образуют с кальцием соединения, но всасывающиеся в кишечнике. Есть амтоциды, препараты, понижающие кислотность в желудке, тоже снижают уровень кальция. А железо и кальция вообще вместе несовместимы, их нельзя употреблять. Потом есть гормональные различные препараты, глюкокортикоиды, которые увеличивают катаболизм витамина D. Гиперфункция щитовидной железы приводит к умыванию кальция. Потом дефицит половых гормонов эстрогенов замедляют всасывание кальция. Стресс, гиподинамия, низкая физическая активность. Вы видите, сколько факторов препятствуют усвоению кальция в кишечнике даже при его достаточном поступлении. А всасывается кальция именно в 12-перстной кишке и усваивается всего-то 30-40% от того, что к нам поступает. И еще достаточное поступление кальция в желудочно-кишечный тракт еще не гарантирует, что мы будем защищены от ростового пороза. Среднестатистическая диета или как мы в основном питаемся содержит не только много белка, но также много соли, сахара, кофеина, но при этом мало фруктов и овощей. Поэтому потребление животного белка приводит к образованию огромного количества кислоты в крови. Это вызывает ряд реакций, ввиду которых кальция выделяется из костей, чтобы помочь нейтрализовать кислоту. Сирные аминокислоты в продуктах животного происхождения оказывают существенное влияние на производство мочевой кислоты и дальнейшую потерю кальция. Поэтому вы должны понять, что сосновая пыльца с молоком и кальцием плюс фрукты и овощи помогут снизить кислотную нагрузку, вызванную животным белком, а также потерю кальция. Поэтому нам потребуется потреблять намного больше кальция, чтобы противостоять мощному сочетанию факторов, которые обуславливают потерю кальция с мочой. Еще обязательно необходимо принять во внимание и другие наши грехи современного рацион стиль жизни. То есть одним употреблением кальция все вопросы не решить, потому что процесс усвоения кальция в волочном кишечном тракте довольно сложен, он зависит от многих обстоятельств, например, от возраста. До 20 лет кальция усваивается значительно легче, а после значительно тяжелее. В зависимости от формы, молекулярная форма не всасывается, волны замечательны. от имеющихся у человека болезней, кислотности желудочно-кишечного сока, желудочного сока, наличия витамина D в организме, состояние гормональной системы и так далее. А тем лицам, которые страдают мочекаменной болезнью, употребляют кальций только по совету врача. В продуктах, содержащих кальций, он находится в естественном состоянии, то есть он связан с аминокислотами, поэтому хорошо усваивается. Достаточно кальция в молочных продуктах. Я отвечаю немного на вопрос, потому что сосновая пыльца можно подробно о самом продукте, как правильно принимать и результаты практики. А роли кальция в организме и литературе достаточно. Но ее в литературе достаточно надо знать. В продуктах достаточно в общем лучше все запомнить. Конечно, кальций усваивается в присутствии лимонной кислоты, витамина D, белка пищи плюс лактоза. Мы же все живые люди. Мы все равно на одними пищевыми добавками мы не будем сыты. И мы же должны потреблять еще другие продукты питания. Я вам просто говорю, если вы едите рыбу и сыр, то есть вы лучше с ломцем лимона, а творог лучше употреблять соевый, употребляйте кефир, добавляйте черную смородину, там есть тоже лимонная кислота. потом наиболее важным и лучшим источником кальция являются растительные натуральные продукты. Это можно сказать идеал. Среди растительных продуктов наиболее богат кальция лимонария, орехи, семена, мак, кунжук, фасоль, капуста любая, петрушка, мигдаль, орех. Я хочу еще обратить ваше внимание на сушеные травы. Хотя редко кто использует в больших количествах новые тирожи. Готовите соусы, готовите супы, готовите второе блюдо. Кто вам мешает бросить щепотку вот этой травы и обладать рацион кальция? Кто мешает? Никто. А возглавляет этот список как ни странно. Чебрец. Там 2132 миллиграмма кальция на 100 грамм. Щепотку добавили, проблема уже можно сказать не решили, но по крайней мере закрыли. В период я привожу содержание кальция в продукт питания. Например, с основой пыль обычно 86 миллиграмм кальция на 100 грамм. На первом месте идет мак, кунжутная семья. Кто мешает? Клеп пеките сами, добавляйте кунжут, мак, на щелочной воде. У вас уже меньше будет проблем. Дело еще в том, что современная пища в связи с системизацией и истощением почек фактически содержит биологически активных веществ в десятки раз меньше, чем требуется здоровому человеку. И сейчас признанно официально всю современная пища не обеспечивает человеку необходимые биологические вещества. Единственный пункт, который может быть использован для исправления этой ситуации, это использование биологически активных добавок. Поэтому прием дополнительного кальция в биодобавку становится обязательным практически для любого возраста. Плюс еще физические упражнения, которые укрепляют костную систему, способствуют ее уплотнению и препятствуют потере кальция. Плюс потребление достаточного количества овощей и фруктов. И считаю, что это надо делать обязательно. Препараты кальция лучше употреблять после легкой пищи, но не каш, и не после щивия, и других трав, которые содержат оксалаты. Так как оксалаты кальция не растворяются и не усваиваются. А это прямой путь к оксалатным кальциевым камням. Теперь вы представляете, сколько заболеваний можно избежать, добавляя наш продукт в свой рацион питания. Хочу еще раз напомнить, что для всех это напиток для завтрака, для пожилых людей, кормящих мам, беременных, послабленных болезней, как источник кальция, витаминов и белка, для детей как источник роста и развития организма, для лиц страдающей гипертонией, пшенической болезнью сердца, аммио, стопорозом, бессонницей, нервозницей, гиперветаминозом, женщины при климосе, как источник кальция, микроэлементов, витаминов и белка. Для лица, употребляющая алкоголем, табаком, кофе, чаем, рафинированной пищей, особенно сахаром и белым хлебом, как источник сбалансированного питания. А пыльца сосны создает дополнительные условия для нормального всасывания кальция, так как ее в составе имеются все необходимые минералы и витамины. Да еще она сама является дополнительным источником кальция. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Можно ответить? Постараюсь. Ну, думаю, тема, она большая, она огромная, потому что аудитория разная, степень подготовки всех разная, и всем на все ответит это просто нереально. У каждого свои взгляды на продукт, на питание, на образ жизни, на определенные мысли. Просто я пришел к выводу после многих, так сказать, размышлений, что одними добавками, конечно, это очень хорошо, они помогают, но это все меньше. Нужен определенный образ жизни, здоровый образ жизни. Нужны витамины, минералы, натуральные. Мы же не будем есть одни добавки, мы едим и яблоки, едим и араболи, едим и мясо, и курицу едим, сушь мы едим, поэтому и сырь едим, что же мы одними добавками должны питаться, их нет в таком количестве. Поэтому нужно знать, как, в общем-то, если мы добавки их берем, мы их покупаем за деньги. Как их лучше употребить, чтобы была большая польза. Вот. Я про наш проскок пакетиков, день можно переживать пожилому человеку после 70. Да у них нет ограничений, я думаю, ну вот максимально два пакетика можно в день. А вообще надо, конечно, фрукты, овощи, витамин, я же написал, мак, кунжутные семья, л-флен, то есть 4 года, в какой дозировке, в какое время суток. У ребенка у него потребности ему, ну пол пакетика ему, 4 года. В какое время суток, утром до вечера. Что же там? По-моему, из практики там вреда никакого нет. Натуральный продукт. Надо только, конечно, у детей осторожно сначала пробовать, переносят, не переносят. Штыкальция усваивается вечером, я нигде не слышал, у меня такой информации нет. хотя я вот в последние так сказать три недели пересмотрел много информации по поводу кальция. Как это? Нет, такой у меня не было информации нигде. По крайней мере, мне не попалось, как я целенаправленно смотрел. Может, где-то есть какие-то исследования, но я их глазами не видел и не слышал. может быть, и есть, не знаю, не буду говорить. По крайней мере, вот, я и лекции слушал до дали по этому вопросу, по крайней мере, он мне такого ничего не сказал, но надо будет ему перезвонить, спрошу ему про кальций, потому что я нигде не видел, не слышал. сложно ввести в одну сторону, когда нет обратной связи, сложно говорить. информация, она, конечно, полезна, конечно, много такой специфической информации за короткое время ее трудно условить. Конечно, но, думаю, основные моменты все равно должны понять, что этот продукт нужен, что его нужно знать, как употреблять, способствует ли продукт снижение сахара. На практике, скажу, способствует. Из практики. сахара. Сахара. Ну, чтобы на сахар подействовать, все равно надо довольно длительное время употреблять, по крайней мере, у многих результат идет Вот, в течение месяца. С каким нельзя сочетать яму? С каким нельзя сочетать? С большим количеством сахара. Нельзя сочетать с мукой, с белком. Вот я вам целый век читал причины дефицита кальция. Там целый пакет этих, с чем нельзя сочетать. Может быть сделать какую-нибудь барашоку, с чем нельзя пить. Это да, может быть. С чем нельзя? Щевель, шпинат, ремень приводят к нарушению кальциевого обмена. Крумпы, вот, овёс, геркулес, где есть фитиновая кислота. Изделия из муки бывшего сорта. Торты всевозможные. Сыр с хлебом, маслом. При избыточном кальциевом соль поваренной много нельзя. Много моментов. Про грибы нигде информация я... Не попалась мне такая информация про грибы. А с металлами, конечно, не совместим. Это написано. Один пакетик это не... Там вот должны в инструкции написано несколько пакетиков. Можно сутки. А так, конечно, по-моему, надо нормально питаться один пакетик в день. У нас же не... Мы же занимаемся профилактикой остеопороза. А не лечением. Лечением должны заниматься врачи. В любом варианте. Про грибы противоречивая информация. Одни пишут, что очень полезный продукт. Другие пишут, что это продукт, как губка, которая впитывает то, что есть в почве. Сложно к ним относиться. Информация противоречивая. Другие пишут, что это продукт, как губка, которая впитывает то, что есть в почве. Другие пишут. Ну, как губка, которая впитывает то, что есть в почве. Спасибо всем большое за внимание. Постараюсь учесть.